Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам до 5 декабря проработать вопрос возможности предоплаты за газ российскими потребителями. Также обсуждается возможность осуществлять плату и за другие коммунальные услуги в соответствии с условием прямого договора между снабжающей организацией и потребителем, в том числе указав в этих условиях возможность предоплаты. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. И сегодня у нас в студии гендиректора ООО «Техноэкопроект», руководитель комиссии опору России по строительству ЖКХ Евгений Шлеменков. Здравствуйте, Евгений Иванович. Добрый день. К нам сейчас еще должен присоединиться еще один гость, которого я представлю чуть позже. Ну а вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору. Поддерживаете ли вы инициативу правительства и готовы ли вы перейти на систему предоплаты в ЖКХ? Звоните нам по телефону 65 1099,6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Еще раз напомню телефон, код 495 65 1099,6. Ну, в чем все-таки суть этого предложения правительства, Евгений Иванович? Как вы его понимаете? Ну, для того, чтобы понять логику, наверное, надо представлять, как вообще тратятся деньги в ЖКХ. Если исходить из позиции, скажем, нас, потребителей, то, конечно, нам будет сложно дважды заплатить в одном месяце 2 квартплаты, да? А вот в той структуре расходов, которую несет управляющая компания, примерно 70% тех денег, которые мы платим, уходят на оплату ресурсов. То есть тепла, воды, электроэнергии. Канализация. Ну, да. Вот. Понятно, что на сегодняшний день часть этих платежей управляющая компания делает предоплатой, но большая часть оплачивает по факту. А сколько в процентном соотношении вы не помните? Ну, я могу сказать, что, скорее всего, все, что касается электроэнергии, мы оплачиваем предоплатой. А вот все остальное по факту использования. Но это не значит, что вот если мы, скажем, проведем сейчас предоплату, все деньги окажутся у поставщиков ресурсов. Они ведь тоже от кого-то зависят. То есть они получают топливо, они получают там что-то еще. Соответственно, эти деньги в итоге попадут как раз вот конечным поставщикам. К чему это, как это повлияет на общую ситуацию? Ну, честно говоря... Я слышал, что никак. Я думаю, что никак на самом деле. Потому что, по сути дела, система как-то уже сложилась, она функционирует. Появятся лишние деньги, появятся лишние проблемы, лишнее желание потратить их на что-то. Потратятся ли они эффективно? Ну, вопрос достаточно сложный. Может быть, когда предлагалась эта идея, предполагалось, что эти деньги будут инвестированы, скажем, там, реконструкцию сетей, генерирующих мощностей и так далее. Но боюсь, что вот у них-то как раз мало что останется. Скорее всего, вся эта предоплата уйдет дальше. Насколько я понимаю, вот вы сказали, что за электроэнергию уже управляющая компания выплатит в большинстве случаев. А как же так? У нас в квартирах стоят счетчики. Мы же платим пост, а не до. Да, вот в этом-то как раз и парадокс. Дело в том, что вот предоплата за электроэнергию, она уже несколько лет существует на самом деле. И управляющие компании, конечно, испытывают определенные трудности. Но вы же прекрасно понимаете, что вот за то время, которое эта предоплата существует, уже каким-то образом система сложилась. Да, уже выработалась. Уже как-то выработалась. Все притерлись. Да, совершенно верно. И потом, ведь это все договорные отношения. И если у меня к управляющей компании возникают проблемы, скажем, с платежами, я всегда могу регулировать эти вопросы напрямую с поставщиком. Да, это требует каких-то усилий, но тем не менее, договоренности могут возникнуть. И таким образом, ну вот, будучи там, скажем, руководителем управляющей компании, я какую-то финансовую политику для себя строю. Появятся новые деньги, ну, я думаю, что они просто-напросто проедятся в очень короткий срок, и все примерно станет тем же самым. Или спустятся. Может, может случиться и такое. Все же зависит от того, как хозяйствует тот или иной совъект. Да, но зачастую мы знаем плачевные опыты хозяйствования. Но вот тогда другой вопрос. Почему возникла такая идея предоплата? Как вы сами отвечаете на этот вопрос? Ну, я думаю, что возникла она прежде всего... Нужны деньги, оборотные деньги, их не хватает? Денег не хватает всегда. Но денег никогда не хватит. Скорее всего, проблемы возникли как раз в газопоставляющем комплексе. Известно, что Газпром как раз так и предложил. Да, но поскольку возникла идея, я думаю, ее тут же поддержали все остальные, потому что иметь лишние деньги, это вообще, говорят, цель его бизнеса. У нас есть вопрос от Магомеда, давайте его послушаем. Магомед, здравствуйте. Добрый день. Да, у вас? Ну, я думаю, что за этот день у нас, как всегда, ничего хорошего не получится по одной простой причине. У нас у людей будут за черепиазвяты деньги, учитывая, что мы и так тратим по тарифам чуть менее больше, чем вся Европа, про штаты вообще молчу. Известно, очередное просто изъятие денег будет, а учитывая жуликоватость наших управляющих компаний, ничего личного в адрес гостя, если есть, к сожалению, такая тенденция в нашем обществе, я думаю, что мы опять останемся, грубо говоря, потребители, конечно, я кажется, из-за этой инициативы, конечно, крайними. То есть, Магомед, вы против этой идеи? Абсолютно против. Да, ну, вопрос, в принципе, есть вопрос, а кто будет контролировать эти финансовые потоки, которые будут, грубо говоря, будут оплачиваться вперед? Правительство или опять создана очередная комиссия по проверке комиссии и так далее, как у нас любят делать? Спасибо, Магомед, за вопрос, спасибо за телефонный звонок. Я напомню, 65 10 99 6, это наш телефон, код города 495, либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Продокс». Мы бы хотели понять, поддержите ли вы инициативу правительства и готовы ли вы перейти на систему предоплаты в ЖКХ? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. Ну, Магомед, по-моему, точно... Александр, если можно, я немножко добавлю. Я, в принципе, согласен с Магомедом. Более того, никакого... В принципе, это значит, есть некие противоречия. Да нет, противоречие заключается только в том, что у нас все шишки сваливаются, как правило, на управляющих компаниях. Ну, а кому же еще? Ну, далеко не все от них зависит, это раз. Ну, например, вот проблема с теми же счетчиками, да, вроде бы все хорошо, все замечательно. Но у поставщиков ресурсов есть такое понятие – жизненеобходимая выручка. Следовательно, вот если необходимый объем платежей они не получат, то они могут уже и не оказать эти услуги. И когда мы с вами начинаем экономить, и, соответственно, выручка уменьшается, повышаются тарифы. То есть, ну, что-то в этом направлении надо делать, экономить надо. Я знаю, что нужно сделать. Нужно повышать финансовую грамотность управляющих компаний. Не только управляющих компаний, а всей цепочке. Ну, потребителя тоже, несомненно, но тем не менее. Так кто будет контролировать финансы, на ваш взгляд? Финансы, вообще говоря, будут контролироваться так же, как они контролировались. Управляющими компаниями. У вас есть ТСЖ, например, оно заключило договор с управляющей компанией, оно имеет право проконтролировать, как исполняется бюджет управляющей компании. Потому что договором это должно быть предусмотрено. Если такого ТСЖ нет, есть там какой-то актив дома, который участвует в заключении договоров, но здесь уже, конечно, контроль гораздо, так скажем, менее значимый, потому что это мнение всего лишь какой-то части жителей. По-моему, еще должна быть прозрачная система. То есть любой житель может посмотреть и проконтролировать ситуацию. Понимаете, это можно декларировать, но на самом деле это нереально. Потому что любой житель в тонкостях бухгалтерских проводок, скажем там, не особо-то разбирается. И будет он смотреть документы, что он в них увидит, это вопрос достаточно такой. 65-10-19-6, код города 495. Звоните нам, задавайте вопросы. Елена, мы с вами встретимся буквально сразу после новостей и услышим ваш вопрос. До встречи после выпуска новостей. Коммунальная предоплата. О ком заботится правительство? Вот тема нашей сегодняшней программы. У нас в гостях гендиректор ООО «Техноэкопроект», руководитель комиссии опоры России по строительству ЖКХ Евгений Шлеменков. И к нам присоединился председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП России Александр Толмачев. Здравствуйте, Александр Васильевич. Мы рады вас приветствовать. Я также напомню вам, уважаемые слушатели, что мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нам, к нашему разговору. Поддерживаете ли вы инициативу правительства? Готовы ли вы перейти в систему предоплаты за жилищно-коммунальные услуги? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Александр Васильевич, ну выскажитесь и вы тоже по этому поводу. Я вначале скажу, к чему мы привыкли и в СССР, и в нашей России, и за границей. Дело в том, что предоплатой, в общем-то, все занимались. Ну, например, кто-то собирается уезжать за границу или куда-то учиться далеко, и неохота ему каждый месяц бегать платить, платит за полгода вперед. И это было нормально. А потом твоя управляющая компания что-то там отпиливала. Но сегодня это сделать сложно, потому что в основном идут платежи с 23 по 25, каждый месяц ты должен сообщить в электронной форме, а иначе непонятно как. Ключевое число 10. И вроде, вначале это людей стало напрягать. А потом, а потом появилась идея о том, что, оказывается, у ребят типа «Газпрома» не хватает денег. Вы знаете, только прилетел из Красной Поляны, был форум как раз по ЖКХ, мы посмотрели, что труба диаметром гигантским кормит там отели и все эти самые олимпийские объекты, а вся Красная Поляна и Сочи, извините, даже не газифицирована. То есть люди орут, воют, говорят, ну мы готовы заплатить, хотите предоплаты, хотите как угодно. А просто говорят, нет денег у «Газпрома», чтобы газифицировать. Так вот, идея заключается в том, что других источников, как у населения, денег нет ни у кого, взять ни у кого. И я думаю, что эта идея, с одной стороны, правильная для наших чиновников, которые работают вместе с «Газпромом», а с другой стороны, она приведет к тому, что население прекратит вообще платежи всяческие. Потому что население наше понимает так, ага, государство не позволит зимой отключить электроэнергию и газ, ну, значит, мы жить еще будем. Вы знаете, кончится вот так. Неплатежи будут увеличиваться. Давайте послушаем Александра, который к нам дозвонился и ждет. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что вы хотели сказать нам? Да, ну, хотел бы внести встречное предложение к инициаторам данной идеи. Так. Выплачивать зарплаты и пенсии людям – аванс. То есть, 1-го числа, а не 30-го. Гениально. О, отличное предложение. Тогда будет справедливо. Ну, собственно, и все, что хотел сказать. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр, за звонок. 65-10-99-6, код города 4195, еще один Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Да, знаете, у меня близкая ситуация. Садовое товарищество. Вот сейчас вот зима пошла, многие люди приезжают, за электричество не платят, они заплатят в мае. А надо оплачивать вот все это по договору с МОСЭНЕРГО с бытом, это надо оплачивать каждый месяц. Денег не хватает. Конечно, хорошо бы собрать, но не платят ведь. Знаете, мне кажется, эта вот идея, она позволит что? Она позволит создать некий запас, резерв, лак, который все равно проестся. Так если они не платят, где уверенность в том, что они заплатят, предоплату внесут? Ну, заплатят. В целом, по многому платежи проходят. Да, вы правы. И предоплату не платят. Мы попросили некоторых людей, некоторые заплатили там по мае. Но в процентном соотношении это меньшинство, согласитесь. Да, это 30%. Я просто вот статистика, которую я имею, она скажется и в ЖКХ. Я хочу подсказать вам, как собирать платежи. Вы знаете, у нас есть один управляющий по фамилии Баранов. Так он что пишет? Он пишет. Уважаемые жители, если кто вперед за полгода не оплатит, а это где-то в октябре происходит, то я собираю списки для военных лагерных сборов в зимнее время в палатках в Тверской губернии. Вы знаете, я, кроме шуток, люди вперед платят, только чтобы ты их в списки не включал. Понятно. Александр, вы можете еще что-то добавить или... Ну, собственно, в целом бюджет сходится по году. Понимаете, вопрос. А то, что кто-то сейчас... Это просьба фактически. Ну, кто сдаст, тот сдаст. Видите, тут нужна некая ловкость, креатив, и все будет в порядке. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Гостям, я напомню, что мы бы хотели понять ваше мнение, уважаемые слушатели. Поддерживаете ли вы инициативу правительства, готовы ли вы перейти в систему предоплаты за ЖКХ? 65 10 99 и 6, код города 495. Вначале надо сказать, что из должников две трети промышленность и только одна треть, извините, населения. Вот только я хотел по поводу неплательщиков спросить. Понимаешь, ну что же мы опять на народ на свой наседаем? А посмотрите, кто не платит. Крупнейшие электростанции не платят за газ. То есть, то, кто потребляет. Крупнейшие заводы, наши любимые дерипасовские алюминиевые предприятия. Они не платят. Они должники главные. Ну, ребята, займитесь ими. Но почему-то ими никто не занимается. Что касается неплательщиков, вот вы согласны, что правительство предлагает ужесточить именно эти санкции в отношении именно неплательщиков? И принимаются такие меры именно из-за этого? Я боюсь, что причина совершенно в другом. Ну, понятно. Затыкание дырок. Нужны деньги, потому что бюджет трещит по швам. Ну, а если говорить о неплательщиках, то в системе ЖКХ это 5-10% максимум. О, абсолютно верно. 5-10%? Это в худших случаях. 10% это самый плохой вариант. Евгений Ильич, ну, а у вас в ТСЖ сколько? Или у вас все платят? Практически единицы. Зачастую это не плательщики, а те, кто, скажем, опаздывает с платежом. Уехал, приехал. Потом ты с них в два раза больше берешь. Это на самом деле так. Вот, Елена опять к нам дозвонилась. Видимо, Елена, которая не дождалась до новостей. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я хотела сказать, что как-то раз Владимир Путин в прямом эфире сказал, что жители в системе ЖКХ должны оплачивать только фактически оказанные услуги. Вот с этим по-прежнему полностью согласны. И поэтому, естественно, против предоплаты. Я проживаю в центре, на улице Новая Басмана. Так вот, нашу управляющую компанию и службу благоустройства, мы 7 лет не можем уговорить просто купировать деревья, которые нам стучат в окна, просто их обрезать. То есть я считаю, что система ЖКХ нам задолжала настолько, что, по-моему, ни о какой следоплате просто не может... Ну, я с вами согласен. В настоящее время нет дворников, убрали всех гастарбайтеров из города. Потому что у вас управляющая компания, доммастер, если не ошибаюсь, правильно? Да, да, да. Это известные ребята, да вы что? Да, это очень известные ребята, но, по-моему, ни один из них не сидит. Они не собираются ничего не ремонтировать, да вы что? Гоните их в шею, создавайте свои собственные кооперативы. Понимаете, о газификации, я 20 километров от Москвы отъезжаю, такое ощущение, что нам вчера закончилась война, а на другом трех уголок газа нет до сих пор. Такое ощущение, что люди должны жить в землянках. Газа нет до сих пор в цивилизованных деревнях, где живет куча московской питерской интеллигенции. Спасибо, Елена, за звонок. Спасибо за звонок. Это все потому, что у нас монополист. Ведь в той же самой Европе, которая не производит газ, ты, как житель, имеешь право выбрать 3, 4, 5 компаний, которые поставляют тебе газ, 3-4 компании, которые тебе дают электричество. Не понравилось это, другое. А у нас монополия. Вот что они хотят, то они и творят. Я вам больше скажу. Зачастую, скажем, в той же Беларуси, если ты решил газифицировать свой дом, ты сделаешь это за свой счет. Но на три года будешь пользоваться скидкой на газ в 10%. Верно. Вячеслав еще у нас висит на проводе. Вячеслав, здравствуйте. Да, добрый день. Я тоже хочу по обсуждаемому вопросу высказаться. Вот в качестве причины предоплаты называлось большое количество денег, которые задолжали жители. Там, по-моему, сотни миллиардов называли. Значит, никакой механизм взыскания вот этих долгов, он, в общем-то, не озвучен. Ну, не сдают они, не платят и не платят. У нас есть механизмы, ребята, прописанные в жилищном кодексе. Очень неприятный механизм. Называется злостный неплательщик. Знаете, процедура очень такая, очень-очень нехорошая. Там говорится о том, что если ты надлежащий платеж не заплатил и не платишь там месяц, другой, третий, до шести месяцев, через шесть месяцев, тот, кто тебе оказывает эту услугу, имеет право не просто взыскать с тебя сумму долга, но и самое неприятное, это взыскать упущенную выгоду. Вы знаете, я посмотрел, например, в районе Лефортова, Москвы, так там упущенная выгода в сотни раз превышает сумму долга. Ты задолжал пять тысяч рублей, а тебе написали еще сто пятьдесят тысяч рублей, там, или двести пятьдесят тысяч рублей, что упущенная выгода. А зачем это делается? А затем, что по нашему кодексу, раз ты стал злостный неплательщик, ты подлежишь выселению вне благоустроенной жилье. Шесть метров общей площади, в общагу. Но только при этом вначале кто-то должен тебе эти купить шесть метров, если ты собственный... Абсолютно правильно. Вот это единственный способ, понимаете, это схема для отселения центра Москвы от неблагополучных. Речь идет о практическом исполнении этой схемы, а не о теории. Понимаете, в чем дело? Вот это первое. Ну, пока три сотни дел в год проходят. Наше правительство, конечно, кроме населения, не знает других ресточков. Поэтому я в качестве предложения, что хочу, значит, предложить, допустим, правительству. Вот водители, да? Пусть они, допустим, в год заплатят вперед три штрафа, да? Круто. Понимаете? Тоже будет хорошо. Ну, в среднем там... Вячеслав, вы где работаете, если не секрет? Я, ну, в общем-то, я пенсионер, да. А, ну, понятно. Спасибо, Вячеслав. Ну, такая разница, где я работаю, в принципе, понимаете? Ну, предложение, мне кажется, хорошее. Поэтому Дмитрий Анатольевич может его как бы предложить. Это будет здорово. Хорошо, спасибо, Вячеслав, за звонок. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы или высказывайте. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Апарадокс». Но многие не платят ведь, потому что... Но они недовольны качеством услуг. Это принципиальная их позиция. Что им можно сказать? Когда население... Вот мы сейчас за кого? Мы сейчас за народ или за правительство? Если мы за народ, то надо учить народ сегодня с этой радиостанции, каким образом избавляться от того, что вообще за что-то платить. Ребята, тогда придется запастись экспертизами, экспертами и каждый раз говорить. Так, температура отопления не та, вода не того напора, электричество скачет, напряжение. Тогда можно вообще ни за что не платить. У тебя есть одна защита, гражданин наш любимый. Это закон о защите прав потребителей. Услуга дается, но не надлежащего качества. Но только доказать, что это не надлежащее качество, очень сложно. Без экспертизы нельзя. Мы продолжим этот разговор, Евгений Иванович, сразу же после новостей на Финам. Коммунальная предоплата. О ком заботится правительство? Тема нашей сегодняшней программы. В гостях у нас гендиректор ООО «Техноэкопроект». Руководитель комиссии опоры России по строительству ЖКХ Евгений Шлеменков. И председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы. Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП России Александр Толмачев. Давайте к делу. Давайте людям подскажем, как вообще не платить. Как законно не платить? О чем вы говорите? Как законно не платить? Это антиреклама. Не, 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 наоборот. Ну хорошо, да, давайте. Значит, для того, чтобы вам обратиться против каких-нибудь монополитических негодяев, что они с вас дерут кучу денег, и что вы должны показать, что это не надлежащего качества услуги, существует экспертиза. Экспертиза — это очень дорогое удовольствие, это специалисты. Но есть более простые варианты. Есть такие эксперты, как инспектора санэпинемстанции. Вот, например, померили температуру своим градусником, что эта температура не превышает, там, условно, 20 градусов. Значит, некомфортные условия, потому что по нашим нормативам 22 градуса в квартире — это комфортно. Ну хорошо, померили, получили справочку. Справочку взял, и вот только тогда ты можешь обратиться в суд, причем никакой не арбитражной, общей юрисдикцией по закону о защите прав потребителей. Судя всегда на твоей стороне будет. Но тебе нужно прийти с экспертизы и сказать, я платить не буду, или буду платить по другой ставке. Я думаю, что здесь задача заключается в том, чтобы получать качественные услуги и оплачивать их вовремя. Потому что на самом деле в системе ЖКХ работают такие же люди, как мы с вами. Они тоже хотят получать зарплату. И более того, любая нормальная управляющая компания настроена на то, чтобы работать с вами долго и успешно. Здесь, мне кажется, вопрос заключается в том, что нужно уметь организовываться жителям, собственникам жилья. Уметь отстаивать свои интересы перед управляющей компанией, и если она ненадлежащим образом выполняет свои условия договора, по которым она обслуживает, избавиться от нее и найти ту, которая... Сегодня рынок достаточно широк в этом плане. То есть конкуренция есть, вы считаете, что на этом рынке? Он правильно сказал, что только в управлении жилым фондом. А мы-то говорим сейчас про монополистов, а у нас монополисты берут больше половины денег, а с ними отдельные договоры. Порядка 70%. Но у вас, как у владельца жилья, договора с ними примовывания, как правило, нет. Это договор управляющей компании. Вы платите только за электричество отдельно. Да, а управляющая компания, знаете, какие договоры? Там же не по-нормальному, не как в кодексе гражданском написано, договор доверительного управления, что ты доверяешь, и он несет ответственность. А это обычно договоры агентские. Он ни за что не отвечает. И поэтому деньги собрал, я перевел туда деньги, и больше ничего. Когда ты смотришь суть договора, это суть агентский договор. Это плохая компания. Конечно. Так вот, для того, чтобы найти правильную компанию, проще всего объединиться в свое товарищное, в свой кооператив. И если тебе нужно, если дом не очень большой, тебе нужно там нанять просто на работу себе электрико-сантехников, и необязательно гастарбайтеров, и самому взяться, засучить рукава и подписать договоры с этими монополистами. 65 10 99 6, код города 495, звоните нам, задавайте свои вопросы, либо пишите на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Поддерживаете ли вы инициативу правительства, и готовы ли вы перейти на систему предоплаты в ЖКХ? 65 10 99 6, код города 495, мы ждем ваши вопросы. Но вот есть мнение, что идея предоплаты даже вот самым спокойным жильцам понравится только в случае, если будут давать, например, скидки при заблаговременном бронировании той же канализации. Даже на самолет ты заказываешь билеты заранее за два месяца, извини, у тебя билет стоит дешевле. Это все нормально, так сделано во всем мире, а тогда выгоды нет. А если я бюджетник, а если я живу, извините, от зарплаты до зарплаты, откуда я возьму деньги вперед заплатить? Либо вариант такой, что бюджетникам платите, извините, аванс первого числа за целый месяц вперед, и он заплатит за целый месяц вперед. А у нас, к сожалению, больше половины населения работает на бюджетной структуре. Я так понимаю, что к этой системе скидок не готова и управляющая компания вообще. Я думаю, что этого не будет, и это достаточно сложный процесс. Вообще, для меня, например, вопрос заключается в следующем. А какой смысл в этой предоплате? А необходима ли она? Ну, мы с вами уже говорили о том, что, скорее всего, смысла никакого нет. Еще в самом начале, но тем не менее. А что касается предоплаты, то... Правильно, мой коллега сказал. Очень многие граждане платят за 2-3 месяца вперед, если есть необходимость, и не считают себя в этом плане... Если я бизнесмен, зарабатываю деньги, да мне хоть за полгода вперед заплатить. А если я на бюджете сижу, извините? Да, но должен вам сказать, что среди плательщиков в ЖКХ самое аккуратное, это как раз пенсионеры. Ну, они всегда были сами... Они выросли в другой системе, они знают, что это такое. Не только. Для них просто это достаточно серьезные платежи. И если задолженность за месяц-два-три накапливается, это уже серьезный платеж. Прощай, пенсия, фактически. Так, к сожалению. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня такое предложение, не предложение, как бы точно не могу сказать. Может быть, кто-то уже озвучил это в эфире. Ну, в общем-то, получается, что наказывают наказуемых. То есть, тот, кто готов наказываться. Правильно. Кто ближе под рукой, того и бьют по голове. Да, по себе, да. А никогда не... Ведь, если так рассмотреть, проблема более глобальная, то уковляющая компания, к примеру, любая, да, это тоже своего рода бизнес. Не своего рода, это бизнес. Это как бы не государственная компания, а это работают бизнесмены. Государственная компания тоже. Они могут с таким же удовольствием взять кредит. Правильно? Могут, конечно. Так все равно будут расплачиваться потребители. Мы же будем платить эти проценты банковские. Нет, ну они-то пусть предоплату, пусть они предоплату и уносят. Спасибо. А потом уже, как получается, свой бизнес делают, как любой, как... Это нам дороже, Александр, поверьте. Дело в том, что деньги ниоткуда не берутся. Если мы берем, скажем, кредит, то мы платим по нему проценты. А эти проценты, естественно, возьмутся откуда? Из кармана тех же плательщиков. Из нашего кармана. Это не самый лучший способ. Да, Александр, спасибо за звонок. 65 10 99 6, код города 495. Сергей. О, Сергей сорвался у нас, к сожалению, звонок. Итак, что из себя представляет сегодня рынок ЖКХ? Давайте дадим оценку по пятибалльной системе, Александр. Неправильная система, баллы здесь ни при чем. Здесь нужно вначале рассказать о структуре. Ведь структура фактически состоит из нескольких составляющих. Это структура. А, управление жилищным фондом, это отдельно. Это то, что связано с управляющей компанией, электрикой, сантехникой. Те, которые... Кто оказывает услуги прямо вот здесь. Вторая составляющая, гораздо более мощная, это те самые монополисты, которые... Ну, к сожалению, в нашей стране монополисты, которые дают тебе ресурс. Воду, канализация, газ, электричество. Есть еще одна составляющая, на чем умные управляющие зарабатывают деньги. Называется дополнительные необязательные сервисные услуги. То, без чего дом может жить. Домофон, охрана. Может жить без домофона? Конечно, может. Но озеленение. Телевизионный сигнал. Конечно. И вы знаете, некоторые дома более-менее приличные. Ну, вот я могу сказать, там золотые ключи на Минской улице. Шикарный комплекс. Так там уже товарищи оказывают услуги. Не хотите ли пиццу прямо в квартиру донести? Я к чему веду разговор? Люди, которые понимают, что это бизнес, они придумывают сотни тысяч разных видов услуг для того, чтобы заработать денежки какие-то. А вот когда... Да, ну и, конечно, есть еще одна неприятная составляющая. Это налогооблагаемая система. То есть, это фискальная. Дело в том, что из тебя должны взять какие-то налоги. Если ты коммерсант, если ты ТСЖ или ЖСК, ты не плачешь ни НДС, ни налог на прибыль, ни налог на имущество, ни налог на землю. Тебе здесь попроще. Поэтому я, например, сторонник больше вот таких самоуправляющих систем. Говорю, ребята, вам дешевле обойдется, чем нанимать коммерсантов. Потому что коммерсант еще должен заложить прибыль какую-то. Судя по тому, что у нас ТСЖ это не массовое явление до сих пор. Как раз таки это массовое. Извини, некоторые регионы у них больше половины. Проблема вот в чем. Проблема в том, что есть законы экономики. Скажем, ТСЖ, созданное в одном небольшом доме, оно, к сожалению, не самоокупается. Вот. Если только нет нежилых помещений, серьезно. И в аренду. А вот окупаемость начинается хорошая, такая, которая приносит прибыль управляющей компании, примерно от 100 тысяч квадратных метров. В Москве 40 тысяч, если ты в центре города. Да, совершенно верно. И если говорить о следующем, то для того, чтобы создать хорошее ТСЖ, нужно провести хорошую, убеждающую работу между собственниками. И сказать, откуда деньги. И вот там, где есть такой моторчик, там, где есть желающие заняться этой работой, там дела обстоят хорошо. У нас по Москве масса примеров, когда за те же самые деньги, которые мы сегодня все платим за жилье, значит, уровень услуг на порядок выше. А есть, которые вообще не платят за коммуналку, потому что ТСЖ созданы так, что они зарабатывают деньги и пускают эти деньги на ремонт, содержание, и люди платят 0 рублей, 0 копеек. Вот это правильное ТСЖ, таких управляющих носят на руках, но они получают, извините, по 5-6 тысяч долларов в месяц. А сколько? Где? Где у нас есть такое ТСЖ? В центре города, хотите на Арбат. Ну, хорошо, не Арбат, Ленинский проспект, 152, пожалуйста. Пристройка стеклянная, фирме Ситроен сдали в аренду, управляющий вот такой классный мужик. Сдал, и арендные платежи покрывают тебе не только расходы по капитальному ремонту, по всем остальным платежам. По большому счету, ТСЖ это некая публичная должна быть компания, да? Да, конечно. А как же? Да, это публичная компания, в которой акционеры сами жильцы. Да. Только надо убедить, понимаете, наш народ еще не совсем понимает, что, оказывается, у него кроме квартиры, вот этот воздух непонятный, есть еще кое-что. Есть еще прилегающая территория, например. А люди просто этого не понимают, а чиновники не хотят им объяснять, чтобы люди это понимали. Потому что, как только ты землю, некоторые товарищи-то, если нормально подходят, они, в первую очередь, что делают? Оформляют землю. Зачем? Чтобы коммерциализировать, потом сделать парковочки, магазинчики, киоски, для того, чтобы они доходы приносили. Смысл-то всех товарищей заключается в том, чтобы ты получал доходы, а не чтобы лишние деньги с народа сберлили. И защищал свои интересы. Потому что, если вы землю размежевали, получили, то уже никто никогда, никаких, ни строительных, ни иных работ затеять без вашего ведома там не может. А в то же время вы сами можете там произвести те работы, которые принесут вам пользу. И вот когда мы говорим именно не оцените по баллам, а оцените по структуре. И вот здесь появляется, что нужно людям объяснять, где доходность. А люди говорят, я живу в пятиэтажном доме, у меня доходность минусовая. Какая там доходность? И в этом случае надо говорить, люди, формируйте квартальные системы. Потому что в квартале вы можете землю хоть каким-то образом оформить. Для чего? Чтобы привлечь инвестора. Потому что только без инвестора ты ничего не сделаешь. Только инвестор может помочь. К нам дозвонилась Зоя, Зоя Яковлевна, насколько я понимаю. Давайте мы ее послушаем. Зоя Яковлевна, здравствуйте. Зоя Яковлевна, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Извините, я постараюсь коротко. Господа, я не сначала слушаю, только о Москве речь идет или в целом о стране? Мы вообще в целом. В целом. Тогда будьте любезны. Вот такой еще момент. Можно обговорить. И не примите это за разжигание межнациональной розни. Я положительно в целом отношусь к Кавказу. Но насколько я знаю, самый неплатищий регион в стране – это Северный Кавказ. Это было много раз сообщено. И говорилось в новостях о том, что вот в связи с таким большим неплатежом на Кавказе это размазывается в целом по стране, по другим регионам. И после нескольких таких сообщений было еще одно сообщение, что Кадыров молодой предложил, и, по-моему, он уже это осуществляет, оплату вот этих вот жилищных платежей на электроэнергию, на газ из бюджета. Мы знаем, откуда бюджет Чеченской республики образуется. То есть то же самое происходит, только в профиль. Опять же, вот не претендуя на претензии к Кавказу, надо перераспределять как-то, наверное, вот эти трансферты в регионы так, чтобы люди понимали, что они должны отвечать и платить. Также там и мелкие предприниматели. Они просто не платят. Спасибо, Зоя Яковлевна. Спасибо за вопрос. Ответ мы на него, я так понимаю, более полный дадим уже после новостей. Телефон, я напомню, 65 10 99 6, код города 495. Мы также хотели бы понять, поддержите ли вы инициативу правительства, готовы ли вы перейти на предоплату за жилищно-коммунальные услуги. Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Уже приходят некоторые сообщения, я вижу нам на интернет, озвучу сразу же после новостей на радиостанции «Финам.фм». Мы сегодня говорим о коммунальной предоплате. Я напомню, что у нас в студии гендиректор ООО «Техноэкопроект», руководитель комиссии «Опора России по строительству ЖКХ» Евгений Шлеменков и председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ, Торгово-промышленной палаты России Александр Толмачев. Вы, уважаемые слушатели, можете нам позвонить по телефону 65 10 99 6 код города 495 и задать свои вопросы нашим гостям, либо высказаться, ну, например, поддерживаете ли вы инициативу правительства и готовы ли вы перейти на систему предоплаты в ЖКХ. 65 10 99 6 код города 495, либо пишите нам на сайт. Вот у нас есть один вопрос, насколько я вижу, по интернету. Чем объяснить неискоренимый местный монополизм управляющей компании? Как-то пытались жильцами найти альтернативную управляющую компанию, ничего не вышло. Никто из других УК по Москве в данном районе не смог. То ли что сетевики договоров не заключат, то ли документацию и разрешение не добыть. В общем, остались при той же, которая повысила цены на доп.услуги. Кстати, речь тоже идет о доммастере. Ранее упомянули там, да, Виталий нам написал. Бог с ним с этим доммастером, там порядка 500 домов они заграбастали в свое время их начальник. Был начальник ДЭЗа, потом стал вице-губернатором Ушанцева в Нижегородщине, теперь опять вернулся. Бог с ним, против них уголовных дел много и таких компаний много. Просто о чем разговор идет? О том, что люди даже не понимают, что они сами и есть управленцы. Они думают, что мы должны найти коммерсантов. Да не надо искать соседа, подговори своего, и вы вместе создайте товарищество. Или кооператив. Если товарищество не хотите, кооператив проще создать. Там пять человек достаточно объединиться. Так вот речь идет о том, что не нужно вам создавать никаких бизнесов. Не надо никого звать. Не надо звать. А людям создают иллюзию того, что только должны быть компании, причем желательно, чтобы эти компании были связаны с чиновниками, районными администрациями. Обычно это родственники. Это называется крыша. Ну, не совсем крыша, это иногда напрямую они там участвуют. Так вот, дело в том, что бывшие ДЭЗы, которые реорганизованы и стали называться ОАО имени такого-то района, качество не улучшится. Люди те же самые. Так вот, задается вопрос некоторые, те, кто хотят соображать. А зачем тебе брать целую команду? И ты знаешь, что денег твоих 30% будет уходить только на содержание административного аппарата. Зачем тебе такие люди нужны? Ну, возьми ты договорись с одним электриком-сантехником из того же самого ДЭЗа. Плати ему отдельно, он будет тебе благодарен всю жизнь. Вот так делать надо. А люди про это забыли, что они самоуправленцы. Да, это правда. 65 1099, 6, код города 495. Звоните нам по телефону, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы продаж. По поводу регионов, давай ответим той женщине. Дело в том, что после революции 17-го года у нас ведь тоже сразу была введена система, что жители перестали платить за прое, за коммуналку. Они считали, что это государство должно. Раз продавец-верска занимается, пусть, а теперь оно и занимается. Но дело в том, что когда мы говорим о регионах кавказских, не обязательно кавказцы. У нас 90% дотационных регионов. Так дело в том, что если переводить все на бюджетные средства, возникает вопрос. Извините, а какой тогда рынок? Какой тогда капитализм мы строим? Мы вообще что строим? Мы феодальное общество что-либо построили? Вначале собрали в центре все налоги, а потом раздали, извините, тех, которые не смогут управлять нормально. Я беру Ткачева, которую, в общем-то, не все любят в Краснодарском крае. Он пришел к власти 10 лет назад, бюджет был края 20 миллиардов рублей. Сегодня бюджет 250 миллиардов. Ну, работать умеет. У нас была власть при Лужкове, мы его хаяли, был бюджет прибыльный. Сегодня пришла другая власть, дефицитный бюджет, сумасшедший дефицит. Спрашивается, это что, умелое управление? Гнать надо таких управляющих. Евгений Вянович? Ну, я думаю, что даже те деньги, которые из бюджета идут на оплату ЖКХ, они все равно из наших с вами карманов. Поэтому надо прежде всего нормально хозяйствовать. И правильно, нужно самим создавать управляющие компании, нужно самим объединяться, нужно договариваться. Если мы хотим жить в комфортных условиях, в комфортном жилье, нам нужно заботиться об этом. Прежде всего самим. Хотя бы объединяться для того, чтобы самим диктовать условия, пусть даже наемной управляющей компанией, и добиваться того, чтобы она, поставляемые услуги, были качественными. Лет 15 назад слышал выступление Рейси, он, знаете, как сказал, забота о людях, это прежде всего забота о себе. Так вот, люди, давайте о себе позаботимся с ним. Можно ли говорить о том, что, вот судя по высказываниям людей и вашим экспертным мнениям, что на самом деле вся эта реформа ЖКХ давно провалилась? Нужно что-то другое. Предоплаты не решить. Да, конечно. Знаете почему? Проблема в том, что страной управляют бухгалтера. Они же от реальной жизни оторваны. Они в цифрыки играют, они играют в iPad, они хотят, чтобы коровам было хорошо, ставить им там iPhone, iPad. Но это бред просто. Реформа началась, на самом деле, еще в 97-м году. Дай бог памяти, Данин Немцов ее возглавлял. Но он обычно говорил так. Ребята, смысл реформы в повышении цен. Почему? Пока людям легко достается коммуналка, они не будут ценить. Как только будет хорошо бить по голове, сразу начнут экономить. Это я помню еще февраль, март, апрель месяц 97-го года. Вот тогда началась реформа. Но реформа была тогда какая? Смысл был в том, чтобы разделить понятие заказчик-услуг и подрядчик. И вот как раз и создавали эти ДЭЗы для чего? Чтобы как бы они выполняли функции подряды. А собственник должен создать некую свою структуру в виде товарищей, и была поддержка этих товарищей для чего? Для того, чтобы появился ответственный собственник, до сих пор помню эту фразу, и поэтому государство шло навстречу. Но пришли 2000-е годы, и оказалось, что все это не нужно. Реальная экономика никого не интересует, всех интересует бухгалтерия, и больше ничего. Денис, да, Денис дозвонился. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проживаю в Кемеровской области. Я, конечно, резко отрицательно отношусь к идее предоплаты за чилищные коммунальные услуги. Я думаю, тогда проще нашему правительству, президенту, ввести сразу налог на воздух. Вдох 5 рублей, выдох 10 рублей. Вот я тут исследование небольшое провел. У нас вот за 10 лет, я проживаю в трехкомнатной квартире, 63,5 квадратных метра, 2 человека. И вот за 10 лет цена за услуги жилищно-коммунальные выросла в 4 раза почти. В Москве в 6 раз за то же время? Да, но у меня вот такой просто вопрос, может, он маленько не относящийся к делу, что в Москве оплата происходит по полностью тарифам установленных для ресурсов, снабжающих организаций, населениях. Вот у нас в Кемеровской области как бы идет оплата льготная в пределах регионального стандарта площади жилья. Спасибо, Дмитрий. Вы представляете, знаете, сколько управляющих компаний? 600, 630 рублей с метра квадратного ежемесячно. Люди жалуются, орут, визжат, они проигрывают дела. Знаете почему? Судья говорит, стандарты отменены. Ну, стандарты отменены для собственников, для тех, кто живет в съемном жилье муниципальном. Еще осталось, да. Еще остались. И это есть и в регионах, и это есть в Москве. Извините, 65, 10, 99, 6, код города 495. Мы ждем ваши вопросы и ваши пожелания или ваши реплики. Но если говорить об управляющих компаниях, можно ли говорить о том, что они не справляются на самом деле со своими обязанностями? Нельзя. А потому что они созданы для чего? Они созданы, чтобы с тебя шкуру взять, чтобы с тебя заработать прибыль. Ну, как вы не понимаете, это бизнес. Ой, плохие управляющие компании. Да они молодцы, если они с тебя 100%, 200% прибыли берут. Они гениальные. Просто их бы на Западе давно посадили, потому что в Германии ты не смеешь... А у нас они гениальны. Ты не можешь даже на цен поднять ставку коммуналки. Знаете почему? Потому что ты не улучшил имущество дома. Ты не благоустроил. Капитализация не произошла. А если, не дай бог, ты получил норму прибыли свыше 12%, государство все изымает. Они говорят, свыше 12% в год нельзя получить. Это значит что-то воровское. Ну, там есть и льготы по налогам, там есть масса того, что помогает управляющим компаниям достаточно устойчиво работать. И на самом деле, наверное, нельзя говорить, что это не бизнес, это бизнес. И он должен получать прибыль. Но он должен работать устойчиво. И вот главное, по-моему, требование к управляющей компании, это чтобы потребитель был доволен. А главное для управляющей компании, чтобы потребитель заказные услуги аккуратно платил. Я помню в домах Донстрой, когда только-только в конце 90-х они создавали свои монстровые дома. И вы знаете, было интересно. Так, они выставляют 3 доллара за метр квадратный в месяц. Люди платят, молчат. 4 доллара через полгода. 5 долларов. Люди спросили, а за что? Они говорят, молчать, так надо. Люди подумали, сказали, мы что бараны что ли. Создали ТСЖ, выгнали все к чертовой матери эту управляющую компанию ООО имени Донстрой. И вы знаете, и в итоге забрали даже нежилые помещения. А потом шли торговаться с этой самой управляющей компанией. И говорили, значит так, мы вам возвращаем нежилые помещения, которые мы у вас отняли. Потому что это стало долевой собственностью. Но вы за это с нас берете не больше 30 рублей с метра. Вы знаете, если людей вот так прижать, они начинают соображать. Я вам могу сказать, практически в любой новостройке такая процедура сейчас происходит. Сначала создается управляющая компания застройщиком. Она наглеет потихонечку. Потом жители наконец понимают, что они собственники, что могут принимать решение. Выгоняют эту... А знаешь почему? Потому что в течение 3 лет просто люди не понимают, почему застройщику так важно в течение 3 лет держать управляющую компанию. А потому что есть такое понятие гарантийный фонд и гарантийный срок. А это 5% от стоимости всего комплекса. И эти деньги налогами не облагаются. И поэтому управляющая компания должна быть застройщиком. Он пилит и пишет акты, что 15 раз в год переделал крышу, она текла. А потом через 3 года обнулили деньги. Говорят, люди, теперь забирайте, мы пошли. Вот обычно такая схема. По большому счету можно сказать и о том, что реформа как такова это и не нужна. Нужна реформа в головах. Вот. Совершенно верно. Сказать, люди, да не рабы же вы, вы самоуправленцы. А люди не верят пока. Ну какая нужна реформа, если на самом деле существует просто две стороны. Вот есть мы собственники и вот есть те, кто оказывает нам услуги, чтобы эту собственность содержать. И основой этих отношений является договор, который контролируется обеими сторонами. Конечно, тут еще очень важный вопрос. Казалось бы, все очень просто. Тяжелый для тех людей, которые живут в ветхом жилье, да? Да. Или там... Но для этого есть фонд развития, содействия развития ЖКХ. И при определенных усилиях можно получить деньги на капремонт и провести его качественно и хорошо. Просто люди должны в этом участвовать. А участвовать они не могут как просто физические... Ликбез нужен. Вы журналисты? Балбесничаете. Надо учить людей. А чем мы сейчас занимаемся? А вы улыбайтесь, развлекайтесь. Александр Васильевич, балбесничаем. Ничего себе. Час времени. На самом деле... Эфирного. Люди очень мало знают. Это не копеечки. Ликбез нужен. Ликбез. Александр Васильевич, коротко. Предоплата нужна или нет за коммунальные условия? Не для всех. А что вы скажете, Евгений Иванович? Ну, я пока не вижу оснований для того, чтобы эту предоплату вводить. Спасибо вам за то, что пришли к нам. Надеюсь, что мы этот ликбез, Александр Васильевич, будем проводить. Не будем больше балбесничать. Нет, не будем. Спасибо вам за то, что пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи завтра. «Парадокс». До встречи завтра.